в развитии Евразийского Союза и всех наших государств. И позвольте передать слово премьер-министру Армении Николу Вавовичу Пашиняну, который будет вести наше заседание как председатель Высшего Евразийского экономического совета в текущем году. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Владимирович, уважаемые главы делегаций, уважаемые участники заседания. Рад приветствовать вас на первом текущем году заседания Высшего Евразийского экономического совета. Прежде всего, хочу выразить признательность российской стороне за организацию сегодняшнего заседания на высоком уровне. Рад приветствовать также глав государств, наблюдателей при ЕАЭС и приглашенных гостей. Как мы уже отметили в ходе обсуждения в узком составе, сегодняшнее заседание приурочено к 10-летнему юбилею подписания в Астане 29 мая 2014 года договора по ЕАЭС. За 10 лет своего существования Евразийский экономический союз стал значимой для экономик наших стран площадкой тесного и экономического взаимодействия государств-членов. Понятно, что нормативная база ЕАЭС продолжает формироваться, и этот процесс далек от завершения. Важно, что она формируется в рамках экономической логики. Только на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена, мы сможем сохранить эффективность функционирования ЕАЭС. Считаем необходимым сосредоточить наши усилия для учета национальных приоритетов социально-экономического развития. Наше сотрудничество должно работать в интересах граждан и бизнеса наших стран, способствовавшись повышению их благосостояния и модернизации национальных экономик. Уважаемые участники заседания, уважаемые коллеги, возвращаясь непосредственно к вопросам повестки, не могу не обозначить, что существенно затянулся процесс формирования общего рынка с едиными системами регулирования в сфере энергоресурсов. Армянская сторона с пониманием относится к возможному пересмотру сроков реализации невыполненных мероприятий. Однако считают, что данный процесс не может длиться бесконечно и должен быть реализован в разумные сроки. Мы неоднократно отмечали, что Республика Армения готова к конструктивному диалогу с целью скорейшего достижения консенсуса по неурегулированным вопросам и своевременно в функционировании общего электроэнергетического рынка ЕС. Придаем особую важность созданию правовой базы, обеспечивающей торгово-экономические интересы предпринимателей государств-членов мировой торговли. В этом контексте считаем важным подписание протокола об электронном обмене информации между государствами, членами ЕС и Вьетнамом, что позволит увеличить объем взаимной торговли между странами-партнерами. Армянская сторона также поддерживает принятие пакета документов, предусматривающих начало переговоров с одним из наших партнеров в Азии, Монголии. Безусловно, подписание временного торгового соглашения обеспечит новые возможности для расширения торгово-экономического и кооперационного взаимодействия. Уважаемые коллеги, развитие транспортных инфраструктур даст дополнительный импульс к росту товарооборота наших стран. В этом контексте еще раз обозначу инициированный правительством Республики Армения проект «Перекресток мира», целью которого является создание необходимых логистических условий для развития торговых и экономических связей между всеми заинтересованными государствами на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции государств, паритетности и взаимности. В завершение отмечу, что армянская сторона последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, заложенных в основу договора ОИАЭС, и выражает готовность к активному взаимодействию со всеми государствами-членами в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества. Благодарю за внимание. Хочу передать слово президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Пожалуйста, Александр. Уважаемые коллеги, участники нашего заседания, сегодня мы собрались для того, чтобы подвести итоги развития Евразийского экономического союза за 10 лет и определить формат интеграции на перспективу. Даже по самому строгому счету можно констатировать, что первые 10 лет пройдет...